В первую очередь, профсоюзы – это гарант и защитник прав работников по всем направлениям, в том числе на предприятиях в частном секторе. Первичная профсоюзная организация уместна и там. Работа по созданию профактивов идет. Но есть объективные сложности. Частнику не всегда удобно иметь у себя профсоюз, который будет следить за соблюдением прав работников, заставляя порой поступить со своими финансовыми интересами. Но государство пошло на либерализацию условий для бизнеса. Так покажите и вы свою зрелость, способность нести социальную ответственность перед людьми. Мы уже этот бизнес настолько либерализировали, что дальше некуда. Уже Анфиму, председатель комитета госконтроля, с дрожью не каждый раз спрашивают, туда идти можно или не можно. Идите туда, куда надо, и не стесняйтесь. Словом, подготовьте, если не понимают, мой указ о создании в частных предприятиях первичных профсоюзных организаций. Это не спонтанное решение. Мне надоело слушать от него, когда приходят на доклад. В конце он говорит, что вот мы создали в частных предприятиях два десятка, а остальные, ну, не хотят. Надо заставить их. Это же нормально. И я думаю, самые демократичные страны, я думаю, они нас тоже не осудят. За что нас осуждать? Мы же демократично хотим защитить права человека. Частники, как ставят вопрос? И нас поставьте в равное условие с государством. Так же? С государственным предприятием. Вот мы их и поставим. И все-таки надо сказать, что большинству, может, уже частников они создали, эти профсоюзные организации, и думают, а чем мы хуже тех, кто не создал? Поэтому надо, чтобы действительно были все в равных условиях, если не понимают простой человеческий язык, когда уже я им об этом говорю, и они это не слышат. Это недопустимо. И все-таки эффективность трудовых отношений без взаимной ответственности невозможна. Без трудовой, о чем я вам говорил, технологической дисциплины не будет конкурентоспособной качественной продукции, а значит, не будет сбыта денег и достойной зарплаты на предприятии. Вы здесь говорили об охране труда, и выявили 300 тысяч нарушений, и 10 тысяч машин там остановили, и так далее, и травматизм. Но два года подряд, по-моему, у нас травматизм на производстве растет. Надо находить причины и принимать жестокие решения. Не в вашей семье, не в вашей родственнике, а кто-то ведь потерял кормильца. Кто-то ведь и до сих пор страдает, что погиб сын, погибли родители и так далее. И не все по пьяни, а из-за лаберности нашей или бесконтрольности. Поэтому надо нам пожестче подходить к вопросам контроля за нормальным состоянием производства в плане охраны труда. Профсоюзы, с своей стороны, должны следить за этим. Если считаете, что необходимо больше прав вам для реализации этого вопроса, вы скажите. Продолжение следует...